Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Профессор доступна о важном». Я ведущий, автор и ведущий программы Ким Кимен Александр Николаевич, профессор юридического факультета Северо-Восточного Федерального Университета. Сегодня мы поговорим об актуальных аспектах развития науки и инноваций в Северо-Восточном Федеральном Университете, и для этого мы пригласили в нашу студию проректора по науке и инновациям Северо-Восточного Федерального Университета имени Максима Кировича Амосова Евгения Эдуардовича Соловьева. Добрый день, Евгений Эдуардович, рад вас видеть в студии. Хочу сказать, что нам помогают режиссеры Мария Сунхалырова и Николай Слепцов-Айдын. Ну, Евгений Эдуардович, как правило, я начинаю свою программу с традиционного вопроса, чтобы люди не думали, что профессора, ученые, а не какого-то другого теста. Это такие же люди, только вот прошедшие определенный путь тернистый. Вот в вашем случае, как это происходило, где вы родились, где учились, что вы можете вспомнить? Добрый день, уважаемый Александр Николаевич, уважаемые наши слушатели. Хочется поздравить, во-первых, с прошедшим праздником трудящихся, 1 мая, ну и с наступающими праздниками, которые связаны с нашей Великой Победой. Ну, про себя я могу рассказать очень коротко. Родился в городе Якутске в семье студентов. Через некоторое время родители переехали в село Магарас горного района. Мы, не помню, там года два или три жили. И дальше мы оказались на родине моей мамы в городе Нюрбану, тогда еще поселок городского типа. Ну, стандартная линия жизни, детский сад, школа. Причем я очень с теплом вспоминаю, это Нюрбинская восьмилетняя школа номер 3, где я отучился до восьмого класса, либо до девятого класса. А потом уже перешел во вторую школу и там уже заканчивал ее десятый и одиннадцатый класс. Могу сказать, что родители мне дали очень многое. Мама Светлана Максимовна, она проработала всю жизнь в медицине. Отец мой учительствовал, Евгений, Евгений Григорьевич, Эдуард Исаевич, он был учителем географии в Нюрбинской школе номер 3. Ну, и параллельно он тренировал детей по дзюдо и самбо. Сегодня он является заслуженным тренером республики Саха-Якутия, а также продолжает тренировать. Вот последние победы якутских спортсменов в области самбо, это девочки и это его выпускники. — А какой у вас был любимый предмет в школе и почему вы решили пойти по тропе такой научной? Или это в университетские годы произошло? — В школе, конечно, мы очень любили математику, химию я очень любил. Очень много времени уделял, конечно, спорту, то есть это было связано и с физкультурой, но есть одна дисциплина, которую я не любил, это лыжи. Вот всю жизнь. Мне очень нравилась гимнастика, особенно брусья, кольца. В какой-то мере, наверное, способствовало то, что я поступал на георазвитчный факультет, это существование тогда Амакинской экспедиции в нашем районе. И сам микрорайон, он так и называется до сих пор Амакинка. Ну, наверное, где-то это в голову легло. И когда я уже поступал, я поступил на георазвитчный факультет. И здесь надо откровенно сказать, что очень повезло с куратором нашей группы, Альбина Михайловна Шарова, которая рассказывала за преимущества именно выбранной моей профессии, это геофизика, геофизические исследования, потому что тогда это было то направление, которое во многом было связано, как сейчас можно говорить, с цифровизацией. То есть компьютеры, программное обеспечение, моделирование, оно всегда в первую очередь шло на кафедру геофизики. Потому что сама дисциплина находится, то есть направление находится на стыке дисциплин, это геология, физика, и здесь, конечно, мат-база, она очень сильно пригодилась. Ну, и когда я уже заканчивал, я могу сказать, что я хорошо учился. Когда я заканчивал, профессор Бубнов Алексей Владимирович, он меня пригласил на кафедру и сказал, вот тебе было бы хорошо остаться в аспирантуре. Ну, и здесь, конечно, отец меня поддержал, он сказал, учиться ты всегда успеешь, то есть работать ты всегда успеешь, а вот учиться надо, говорит, вовремя. И таким образом я остался в аспирантуре, потому что, как вы помните, те времена там все-таки стипендию аспирантов была не такая большая. Надо было как-то жить, и вот в финансовое время взяли мои родители. Да. Ну, а сегодня вы уже во всем нашем университете, северо-восточном, федеральном, курируете вопрос развития науки и инноваций. Вот расскажите, пожалуйста, какие важные и приоритетные направления сегодня вы определили для развития СВФУ? Ну, скажем так, не я их определял, эти приоритетные направления. Есть программа развития, вот когда Анатолий Николаевич Николаев, он стал ректором университета, конечно, была проведена некая работа по корректировке программы развития нашего университета. И так как университет является классическим, тем более имеет федеральный статус, конечно, направлений очень много. Здесь было выделено семь основных направлений. Это экономика, бережливая природопользование, так как все-таки у нас во многом республика связана с минерально-средневыми ресурсами, с природными ресурсами. Также очень большое внимание уделяется устойчивой природе, не обойтись без окружающей среды. Ну и, конечно же, качество жизни, есть такое направление. И, наверное, одно из таких концептуальных направлений нашего университета – это развитие и сохранение языков народу Северо-Востока. Ну и, конечно же, мы не обошлись без цифровизации. То есть вот эти семь направлений, они у нас являются приоритетными, они у нас позиционируются вместе с Северо-Восточным федеральным университетом, но вместе с тем мы, конечно, не забываем и еще научно-технологическую программу. Это такие, как Технет, Футнет, Энерджинет, ну и остальные. В целом мы считаем, что мы охватываем абсолютно все тематики нашего региона, то есть начиная, наверное, с самого важного – это здоровье человека и благоприятной окружающей средой. Вот какими результатами вы могли бы гордиться сегодня? Чего вы достигли? Ну, на самом деле, университету гордиться есть чем и много чем. Мы недавно делали аналитику вообще деятельности именно по нашему направлению, по науке инноваций. Можно сказать, что мы серьезно увеличивали приток финансовых средств. Если по сравнению, допустим, с 2019 годом, то в 2022 году мы увеличили объем финансирования на 76%. Вместе с тем, очень радует, что публикации наших преподавателей, сотрудников, они качественно выросли. Если, допустим, раньше мы публиковались, конечно, в системе RINSE, VAC у нас был очень актуальный, но потом времена поменялись, и мы ушли в сторону Web of Science и Escopus. И, наверное, мы в целом сейчас 42% публикаций всех наших сотрудников – это Web of Science и Escopus. Причем первого и второго квартеля – это, на самом деле, очень хорошие показатели. Также одним из таких успехов нашего университета – это то, что мы вошли в программу академического лидерства «Приоритет 2030». Это очень такой жесткий конкурс, в котором участвовали, во-первых, все-таки крупные университеты, и Северо-Восточный федеральный университет является участником данной программы. Следующее – это, конечно, при поддержке нашего главы республики мы победили в конкурсе научно-образовательных центров. Наверное, вы знаете, это вот «Североустойчивое развитие Арктики». Мы вошли в 15 таких центров мирового уровня, и в том числе, конечно, там активным участником этих процессов является Северо-Восточный федеральный университет. Мы там ведем где-то 16 технологических проектов, причем они абсолютно разнообразные, и являемся, наверное, можно сказать, локомотивом этого научно-образовательного центра. Хотя там задействованы 5 регионов со своими институтами, научными учреждениями и, конечно же, университетами. Потом, как вы знаете, мы открыли два диссертационных совета. Первое – это по здравоохранению, это общественное здоровье. Ну и второе – это физическая культура и профессиональная физическая подготовка. А также теория методика спорта по педагогическим наукам. Также, наверное, я забыл упомянуть, что в рамках «Приоритет-2030» мы у себя в университете ведем, вот именно сделали акцент на трех стратегических проектах. Что еще можно сказать? Очень сильно мы продвинулись в участии в региональных научных программах, допустим, комплексные научные исследования. У нас сейчас там, кажется, 11 проектов мы ведем, то есть мы очень плотно сотрудничаем и с Академией наук нашей региональной. И также у нас есть большие успехи. Мы уже традиционно считаемся одним из таких, можно сказать, крутых центров интеллектуальной собственности. Мы всегда входим в топ-25 по стране. И, наверное, в прошлом году у нас был такой некий маленький прорыв. Мы заключили лицензионные договора с индустриальными партнерами. Ну, пока не такая прям крупная сумма, но 1 миллион 700 тысяч мы в прошлом году привлекли. Ну, вот, конечно, работа самая такая разноплановая, комплексная. Здесь и приоритет 2030, о чем вы упомянули, да? Ну, вот из тех исследований, которые сейчас ведутся, какие вы научные исследования могли бы выделить? Ну, наверное, традиционное такое для нас уже направление – это материаловведение. Но сейчас как бы вообще разворачивается история создания новых материалов. И в этом плане при разработке, скажем, резинно-технических изделий, сверхвысокомолекулярных, полиэтиленов, наш университет является одним из сильнейших. Коллективы у нас научно-учебная лаборатория нанополимеров и нанокомпозитов, она сейчас делает изделия, которые пригодны именно для наших северных условий. То есть это такие изделия, которые позволяют, скажем, транспорту, в основном транспорту, работать без никаких последствий. То есть резина, которая минус 50 не замерзает, она, конечно, актуальна очень. И в этом плане мы работали и с компанией «Бурлак». В прошлом году мы работали с компанией «Русак». И в этом году мы тоже, кстати, заключили с лицензионное соглашение с компанией «Вездеходы Севера». Причем вот с последним предприятием мы уже договорились, что мы будем готовить для них мелкосерийное производство. И все резинно-технические изделия этого транспорта, они будут базироваться на наших разработках. Второе, конечно, направление, которое бы я хотел отметить, это энергетика. Здесь тоже при поддержке, кстати, и Айсена Сергеевича, и нашего ректора Анатолия Николаевича, было принято решение о создании такой лаборатории. Дизайн называется. Это дизайн-центра электроники «Север», где мы работаем с графеновыми технологиями. Это касается суперконденсаторов, вообще как касается энергетики, и так как коллектив там молодой, мы возлагаем на них такие достаточно серьезные надежды. Причем они работают непосредственно с заказчиком, индустриальным партнером АО «Элемент», где техническое задание полностью с ними согласовывается. Есть календарный план, очень жесткий, они его выдерживают, и в этом году у нас уже должна быть создан прототип. Вот именно суперконденсаторы. Также у нас очень много успехов в медицине. У нас проводятся генетические исследования на заболевания коренного населения. Есть разработаны уже такие тесты, диагностические тесты. Наши коллеги работают над онковакцинами, то есть, опять же, применимо к населению, которые живут в условиях экстремальных температур. Все равно климат, он все-таки влияет на организм и, к сожалению, на не совсем хорошие процессы. Ну и, конечно, наши медики это учитывают и на генетическом уровне разрабатывают свои препараты, которые позволяют адаптировать именно под наше население. Что еще можно сказать? Вы меня извините. В последнее время также мы очень сильно, университет, скажем, вкладывает в климатологию. У нас есть также группа молодых людей, которые занимаются изменениями климата. Сегодня мы делаем кратко, средний и долгосрочный прогноз, причем не на всю территорию, допустим, в республике Якутия, либо там еще в большем масштабе, а конкретно под какой-то район, под какой-то АЛАЗ, мы говорим, что в течение вот такого-то времени будет такая-то погода. То есть, вначале я как бы не понимал сути, а на самом деле, кажется, очень интересно, это очень полезно было бы, допустим, для глав муниципальных образований. То есть, они знают, где, в каком году, допустим, будет пастбище для крупного рогатого скота, для коневодства, например, и когда можно их поменять. И также при организации, допустим, транспортных перемещений, на самом деле, это очень сильно способствует. Следующее направление, то, что я говорил, оно является и нашим стратегическим проектом, это сохранение языков. Также нами был выигран грант, это мегагрант, это одно из самых крупнейших таких проектов, где наши коллеги совместно с Институтом системного программирования, с другими коллегами и зарубежными, в том числе, занимаются цифровизацией, переводом языков. И, ну, я не филолог, я технарь, но они по словам определяют, ну, очень многое. Допустим, для меня было удивительно, допустим, ассоциация со словом, допустим, зима. Допустим, ну, у всех как бы снег, мороз, а у некоторых районов, оказывается, это ассоциация со словом ветер. То есть, и получается, вот глубина слова отражает внутреннее мировоззрение человека. И на самом деле это серьезно такие аналитические работы, и причем это все переходит в цифру. Были оцифрованы очень много языков, сделаны глоссарии, и банк данных у нас накапливается. Поэтому в этом плане ведется такая существенная работа. Ну, и, конечно же, надо отметить такое направление, у нас медицинская физика, например. Получилось так, что год или два тому назад выпускники оказались очень востребованными, и наши ребята, они уехали в Алтайский край, потому что там создали современный медицинский центр. Именно это те специалисты, которые готовятся на стыке медицины и физики. И их не так много, оказывается, по стране. И вот Северо-Восточный федеральный университет один из немногих, который готовит кадры вот по этому направлению. Потом, наверное, вы все слышали наши исследования по древним животным. То есть, допустим, того же мамонта, например, диких собак. И в этом направлении у нас тоже проводится достаточно много палеогенетических исследований. Причем это очень интересно, потому что мы понимаем, в каких условиях жили эти животные, чем они питались, и какие вирусы и бактерии на тот момент были. То есть рассказывать, конечно, можно очень много. Также сейчас группа наших ученых во главе с Василием Ивановичем Васильевым выиграли тоже один из супергрантов по матмоделированию. Вообще у нас есть такая база лаборатории мирового уровня вычислительных технологий моделирования многофизичных и многомасштабных процессов кредитозоны, где ребята занимаются такими высокотехнологическими вещами, в том числе и гибридным интеллектом. Ваше отношение к искусственному интеллекту? От этого никуда не деться, хотим ли мы или не хотим, но оно все равно войдет в нашу жизнь. Я знаю, как бы есть несколько вариантов. Некоторые люди говорят, что это неприемлемо. Кто-то говорит, что искусственный интеллект заменит все, но на самом деле... Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. Сегодня у нас очередная передача в рамках авторской программы «Профессор доступно о важном» в студии проректор Северо-Восточного федерального университета по науке и инновациям Евгений Эдуардович Соловьев. Евгений Эдуардович, давайте продолжим нашу интересную беседу относительно искусственного интеллекта. Как я сказал, что искусственный интеллект в любом случае в нашу жизнь войдет, но он уже где-то вошел. Допустим, как пользователи многих приложений, мы с вами ориентируемся реально на искусственный интеллект. Это некие алгоритмы самообучающиеся, которые позволяют без человека участвовать во многих процессах. Но вместе с тем, то, что я сказал, у нас группа наших математиков, она сейчас продвигает другое направление, это гибридный интеллект. Я не знаю всех математических тонкостей, но это некое иное направление. И, наверное, не зря наш ректор недавно, буквально в течение трех месяцев, заключили договор с ПАО «Сбербанк» о сотрудничестве, ну, конечно, с участием региональных властей, но наши ребята в этом процессе будут играть не последнюю роль, если не ведущие. Потому что с таким опытом знаний в республике пока мало кто есть из, наверное, таких теоретиков. Поэтому гибридный искусственный интеллект, он уже есть. Мы с вами сталкиваемся и в мобильных телефонах. Это уже повседневность. — Замечательно. Ну, конечно, Якутия в этой стезе новых технологий, один из таких, наверное, правофланговых, которые действительно разрабатывают очень много нового, которое сейчас употребляется в жизни. Но вот сегодня как университет взаимодействует с промышленностью и бизнесом для внедрения научных разработок и инноваций? — Ну, на самом деле, университет традиционно работает с всеми компаниями, которые находятся здесь. Это, наверное, начиная с подготовки кадров. Где-то мы делаем им услуги по исследованию, по изысканию, по экологическому мониторингу, например. Прочти все горнодобывающие компании мы с ними работаем. Научно-исследовательские институты прикладной экологии Севера недавно закончила работы по комплексу научных исследований по реке Вилюй. Это по заказу компании «Алдроса». Но с прошлого года мы начали активно продвигать новое направление. Это предложение своих услуг, своих разработок через систему «Роадшоу». Здесь надо сказать большое спасибо руководителю научно-образовательного центра Евгению Колганову, который всегда приглашает наш университет участвовать в таких мероприятиях, где мы перед СОММом уже по всей стране потенциальных заказчиков показываем свои разработки. Допустим, успехом прошлого года можно сказать, что мы начали работать с компанией «Бимтехнет», например, и заключили договора на передачу прав по четырем результатам интеллектуальной деятельности. Ну, это патенты. Так что, в целом, мы со всеми работаем. И достаточно плотно. Хорошо. Какие меры поддержки действуют в рамках национального проекта «Наука и университеты»? Может быть, о некоторых программах вы сможете рассказать, упомянуть? Да, ну, это целая система. Можно сказать, что там есть четыре крупных блока, начиная от инфраструктуры и заканчивая самими разработками. По наукам университета у нас действуют в рамках вот этого мероприятия специализированные учебные научные центры, где мы готовим одаренных детей. Второе – это мы считаем нашими последними успехами – это создание пяти молодежных лабораторий в рамках, опять же, наук и университета. Причем там конкурс тоже очень серьезный, и мы гордимся, что именно пять лабораторий, они якорем для них стал это Северо-Восточный федеральный университет. Следующие успехи – это вот то, что я сказал, мегагранты. Это вот у математиков, у наших филологов, приоритет тот же самый 2030 – это тоже наук и университеты. Поэтому на самом деле вот эта программа, она очень сильно способствует формированию именно молодых кадров. Потому что там одним из таких главных условий, наверное, это привлечение научной молодежи, ну, конечно, до 39 лет. Сейчас по квалификации Всемирной Организации Здравоохранения. Ну, смотрите, вот 2022-2031 годы у нас в России нашим общенациональным лидером, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином объявлены «Десятилетием науки и технологий». Вот роль СВФУ в участии в мероприятиях данного десятилетия, как вы можете это оценить и обозначить? Ну, «Десятилетие науки и технологий» – это действительно как бы такая большая надстройка странового уровня, в котором задействованы все университеты, я считаю, достаточно много и научно-исследовательских институтов академического характера. Ну, допустим, конкретно наше университет, допустим, мы всегда проводим такое мероприятие, как ученые в школу. В прошлом году мы охватили город Якутск, достаточно большое количество школ, и всего нами было прочитано 44 лекции. Одним из самых таких грандиозных мероприятий в рамках «Десятилетия науки и технологий» является фестиваль «Наука 0+.» Наверное, вы слышали. Мы всегда были региональным оператором этого мероприятия, причем мы росли достаточно очень хорошо, там 5 тысяч, 10 тысяч в прошлом году за два дня нас посетило около 15 тысяч. Это не считаю еще в онлайн-формате. Это реально грандиозное мероприятие, это где-то 200 лекций, там идут выставки, мастер-классы, квесты. Ну и, наверное, то, что Северо-Восточный Федеральный Университет как региональный оператор очень хорошо отработал, то с этого года нам предложили стать уже центральной площадкой. Ну, конечно, задачи уже будут более масштабные, но, тем не менее, мы готовы к этому. Потому что через фестиваль «Наука 0+.» действительно идет привлечение молодежи в науку. Ну, и следующее такое мероприятие, в котором мы всегда участвуем, это Конгресс молодых ученых. То есть это такая некая точка ежегодная, где докладываются основные результаты десятилетия науки и технологий. И команда нашего университета, она всегда там участвует. И вместе с тем мы участвуем еще и на выставках. То есть показываем все свои разработки. Ну, вот мы проводили в университете как раз заседание студенческой дискуссионной площадки, посвященной 300-летию Российской Академии Наук. И мне очень понравилось выступление председателя студенческого научного общества о тех исследованиях, которые они проводят. И у него была такая одухотворенность. Вот касательно молодых, вот что вы могли бы посоветовать, как заинтересовать, чтобы люди молодые выбрали научную стезю, быть ученым, да? Может быть, действительно, это должно стать и модным. Как ваше мнение? На самом деле, мы также мониторим ситуацию. На самом деле сейчас быть ученым достаточно модно для молодежи. Это престижно, и очень хорошо, что науку сейчас открывает свои двери. Посмотреть, допустим, на уровни нашей республики, допустим. У нас очень много мероприятий, которые вообще... Такое ощущение, что они как раз делаются для того, чтобы привлекать молодежь в науку. Допустим, шаг в будущее. Охват колоссальный. Прочиски все школы... Не то, что практически все школы проходят через это. Идет какой-то отсев, и у детей появляется какой-то интерес. Причем же там не просто работа, она должна быть именно с научным подтекстом. Также то, что мы с вами сказали, допустим, науку и университеты. Это молодежные лаборатории. Второе – это наши конференции. Причем они же разноуровневые. Они проходят на кафедрах, на факультетах. Потом есть университетская АМОС. И параллельно идет, сейчас вылетело чтение. Своему студию сейчас у меня вылетело из головы. Но тоже это как бы республиканское мероприятие. Поэтому, опять же, фестиваль науки. То есть, когда... Это такая некая сквозная технология, где молодой человек заходит и понимает, что... И он уже в этом пространстве. Да, он в этом пространстве. Научные исследования. То есть, на самом деле... Начиная с малого, уже адаптируется. И плюс у нас еще есть, как вы отметили, студенческое научное общество, совет аспирантов молодых ученых, научно-технический совет. И причем, если молодежь идет в науку, допустим, университет их всегда поддерживает. То есть, поехать на конференцию с докладами, познакомиться с другими ребятами. То есть, эта работа, она постоянная, и она всегда идет. Ну, конечно, сегодня... Лаврентьевские чтения. Да, замечательно. Вот сегодня страна находится в трудном положении, в условиях санкций и так далее. Вот как это отражается на работе нашего университета, и как научное сообщество себя чувствует в этой связи? Ну, на самом деле, конечно, до специальной военной операции сотрудничество шло очень разностороннее со многими европейскими и американскими университетами. Туда же можно взять и регионы азиатско-техокеанского сегмента. Но, к сожалению, на официальном уровне контакты у нас прекратились. Причем для меня было удивительно, что первыми отворились немцы. На уровне, скажем, личных знакомств, допустим, ученые этого не чувствуют, потому что общение, оно продолжается. Но вместе с тем, наверное, очень многие университеты, не то что университеты России, они как бы переориентировались на другие направления. И сейчас мы работаем очень плотно с университетами Китайской Народной Республики. Наш ректор Анатолий Николаевич, он очень сильно поддерживает это направление. У него есть как бы личные коммуникации, и когда он еще был директором института естественных наук, они уже работали с Харбинским университетом. Ну и сейчас мы продолжаем более как бы в широком диапазоне с ними работать. В последнее время также мы начинаем очень активно работать с университетами Африки. Допустим, я лично в прошлом году съездил в университет Дуала, мы заключили договора. Сейчас мы уже создаем зеркальные международные лаборатории по материаловедению, по креативным технологиям, по строительным материалам. То есть, все хорошо. Ну замечательно то, что вот не ушли в спячку, как говорится, мы уходим. И как вы сказали, упомянули, приоритет уже Китайской Народной Республики, то есть разворот на восток. Разворот на восток. Вот вы несколько раз упомянули о поддержке региональной власти личной главы республики по тем или иным проектам. Какие исследования на сегодня проводятся в интересах республики, которые были бы очень полезны именно нашей республике? Ну, в первую очередь, наверное, надо сказать, что, скажем, заказ от республики сейчас он аккумулируется в системе Академии наук Республики Саха-Якутия. И здесь надо сказать большое спасибо Леониду Николаевичу Владимировну. Он сильно нас поддерживает. И университет достаточно плотно участвует в программе комплексных научных исследований. То есть сейчас мы там работаем над вопросами гармонических отношений между этническими сообществами. Также нас поддержали в разработке графеновых технологий. Есть мы и помимо этого мы еще очень сильно участвуем в госпрограмме по развитию языков и культуры. Ну, в целом, наверное, где от нас требуются какие-то разработки исследований, то университет не остается в стороне. То есть я не могу сейчас прямо сказать конкретно. То есть направлений очень много на самом деле. Да, и многие представители университетской науки, они представлены как члены, действительно, члены Академии наук. Это тоже говорит о такой хорошей и плотной связке. Как вы думаете, в каком направлении будет развиваться наука в будущем? Ну, это очень хороший вопрос. Как я сказал, мы сейчас вложились в три страт-проекта. Первое, это архивские технологии, второе, это живые системы, все, что связано с жизнедеятельностью не только человека, но и природой. Ну, и третье, это вот развитие языков и культуры народов республики. То есть здесь мы будем делать упор. И, то есть это получается материаловедение, живые системы, это и здоровье человека, это биофармакология, скорее всего, будет, биотехнологии у нас будут разворачиваться. Ну, наверное, все те современные тренды в научных разработках, вот, мы какие-то, по крайней мере, элементы, но мы там есть. Опять же, климатология, допустим, да, мы сейчас все знают, что мир очень стремительно меняется, и не потому, что из-за геополитической ситуации, а именно из-за того, что воздействие на природу все-таки дает свои плоды. И сейчас прогнозировать очень сложно. Допустим, возьмемте сейчас последнюю ситуацию, допустим, с наводнениями, да, там, в Оренбурге, и кто там ожидал эти наводнения, но, тем не менее, они случились. То есть, это уже те звонки, где говорится о том, что технологии прогноза сейчас, они, может быть, не везде работают. И над этим тоже надо работать. Что бы я еще хотел выделить? Ну, и, конечно, мы очень сильное внимание уделяем арктической зоне. Это, опять же, начиная от здоровья человека, но очень важно, это логистическая система. Тем более, сейчас очень сильно педалируется вопрос северного морского пути, и здесь мы тоже думаем, вот в каких направлениях мы могли бы быть полезны. Но, тем не менее, скажем, все подразделения и учебные, и научные структуры, они разрабатывают, ну, какие-то, может быть, свои направления. Опять же, тот же гибридный интеллект, например. Евгений Владимирович, ну, очень интересная беседа, но, к сожалению, вот у нас есть временные ограничения формата программы, хотя кажется большим, но на самом деле он быстротечный. Поэтому вот вы в начале, так сказать, передачи поздравили всех с Днем Труда. Значит, и хотелось бы, чтобы вы высказали какие-то определенные пожелания в адрес деятелей высшей школы и науки своим коллегам. С чем бы вы могли обратиться, вот буквально 40 секунд? Ну, что я могу сказать уважаемым коллегам? Ну, главное, здоровье. Где здоровье? Это, наверное, сейчас один из самых важных аспектов. Сейчас пандемия это показала. Ну, и, конечно же, новых открытий не отчаиваться, творить на благо не только себя, не только для общества, скажем так, но и для страны в целом. Ну, замечательно, Евгений Владимирович. Я хочу вам тоже пожелать, потому что вы сегодня рассказали про самые разные направления, чувствуется ваша нагрузка и в то же время вовлеченность работой. Поэтому я хотел бы пожелать вам всяческих успехов во благо университета, во благо нашей родной республики, России в целом. Спасибо вам за участие в этой программе. Спасибо вам за приглашение.